Здравствуйте, дорогие наши друзья! Позвольте уже мне называть вас друзьями, поскольку это не первая наша встреча, не первая беседа. Мы благодарны вообще каждому-каждому, кто присоединился, каждому, кто с нами, кому интересна эта тема – семья и школа. А эта тема не может быть неинтересна по той простой причине, что она вечная, а как вечность может надоесть. У меня сегодня интересный гость, непростой гость, я сейчас его вам представлю, но просто хочу сказать, что я очень люблю этого парня молодого, красивого. Это мой ученик, когда-то я вела у него математику, а сейчас он обучает меня каким-то вещам для того, чтобы я могла вести вот эти передачи. Мы поменялись ролями, и всё-таки сегодня, Слав, ты прости, но допрашивать тебя буду я. Конечно, я не против. Хорошо. Есть причина, почему я пригласила Славу поговорить о семье и школе, потому что, во-первых, он очень глубокий человек, умница большая, а во-вторых, у него совершенно правильные ориентиры, что мне, конечно, импонирует в вопросе семьи и школы. Слав, для того, чтобы люди поняли, с кем они имеют дело, давай расскажи немножко, как ты мне сейчас хорошо сказал такой микровод в свою биографию. Микробиография. Микробиография, да. Ну, значит, родился я тут, в городе Клайпеда, в принципе, провёл здесь всё детство, молодость. Учился в школе Горького, как вы упомянули, у вас математики и у многих многому другому. Ну, жизненный путь такой интересный. Простой, Слав? Нет, не простой. Нет, вообще нет, ни разу. Школьные года провёл тут сначала в Горького, потом учился в другой школе, тоже были свои сложности в этом моменте жизни. В гимназии ты пошёл. Да, когда мы там были вынуждены, вынуждены переходить со второй. Я так любил вторую школу, просто я, ну, я не хотел никуда уходить. Все не хотят и до сих пор, это не секрет. Ну, у нас реформа прошла, и ребята после... Вы ушли после десятого, по-моему, да? Да, да. Да, сейчас они уходят после восьмого. Мы даже на год раньше ушли. Да. Потому что... Ну, тоже это отдельная тема, когда все друзья уходят, и ты вынужден выбирать между тем, что ты хочешь, и то, что делает твоё окружение, а ты хочешь быть с окружением. Ну, к этому, наверное, вернёмся. Отучился здесь, потом искал свой путь, поехал в Англию учиться, там не окончил, учился на рекламу. Тебе сама Англия, ты не принял её? Это надо начинать немножко заранее историю. Я не могу с этого места начать. Я поняла. Могу просто ввести водную. Я поняла. Давай, давай, потом начнём. Проучился там год, во второй год я ушёл, просто остался там, работал, размышлял, искал, вернулся, провёл здесь год, вернулся в театр. Это была моя одушина на тот год, потому что я был полностью потерян. Галине Ивановне. Да, Галине Ивановне в театре. Наш театр «Маска», прославленный, друзья мои. Этот театр прогремел на все города и вести, потому что у него сумасшедший, но очень творческий режиссёр, которая принимает, кстати сказать, да, она принимает всех. Она не делает выбор между талантливыми, неталантливыми. Я обязательно её приглашу в эту студию. Она создаёт таланты. Она создаёт таланты. Она, я ей до сих пор безумно благодарен, потому что ты один из тех людей, который внёс огромный вклад в мою жизнь, в мои изменения, в мой характер, в мою нынешнюю силу. Об этом поговорим обязательно. То есть я год так провёл, потом надо было что-то делать. Надо было что-то делать. Семья намекала, что ничего не делал, ходил в театр. У меня себе такой этап был. Но у меня получилось поступить в университет в Смоленск. Я поехал в Смоленск, а в итоге поехал в Питер. Там такая ситуация была. Там тоже проучился три года, ушёл опять. Не твоё. Опять не закончил. Ну, вернёмся к этому и объясню, почему. И потом уже вернулся в Клайпиду. Прожил ещё там год. Вернулся в Клайпиду. Тоже искал себя, поездил из-за границы на заработки. И что-то тут поделал. На сегодняшний день у меня с партнёром Андреем Курушиным у нас фирма. Мы занимаемся охранными оборудованием, охранных устройств, камерами, такими вещами. То есть у тебя своё дело. Да. Ты ему служишь. Да, определённо. Ты всё понимаешь в этом. Расскажи, пожалуйста. Клайпиду для меня, оно очень-очень интересно. Нашёл своё. Твоё это, Слав? Или театр тянет? Всё тянет, моя линь. Всё тянет. Потому что мне всегда очень сложно ответить на вопрос, что есть моё. Просто у меня этап жизни поменялся. Родился сын. Ему сейчас три с половиной года, Тимофей. У меня прекрасная жена Карина. И вот когда у нас создалась эта ячейка полноценная... Общество, как всегда говорили. У меня очень изменились взгляды, приоритеты. И очень многие вещи, которые раньше были сложными для меня, резко стали лёгкими. Ну как, внутри всё равно идёт борьба, но она не вызывает таких мучений, таких сложностей. Ты эту борьбу принимаешь, и ты делаешь действия, которые сложные, но тебе их внутренне, психологически делать легко. Легко. В отличие, вот раньше было психологически настолько тяжело, и не было причины, чтобы сделать сложное действие. Недостаточно. Её надо было выдумывать, придумывать. Нету внешних обстоятельств, которые бы заставили меня. Такое притянутое всё, да? Да, как будто бы ты придумал, что тебе надо. Мне очень тяжело жить, когда ты притягиваешь за уши придуманное то, что тебе надо. И как легко додышится, когда ты понимаешь, что это твоё естество, что это твоя сущность. Вот семья – это твоё. Работа – это твоё. Слав, ты счастливый человек. Вот как тебя сейчас можно охарактеризовать? Скажи, я счастливый человек? Или есть ещё то, что мешает тебе быть полностью счастливым? Я скажу так, я счастливый человек. Слава Богу. Точно. Другой вопрос, что много сложностей в жизни присутствует, конечно. Много целей, много каких-то проблем, которые надо решать. Много, ну, например, есть какой-то путь, куда я хочу идти, и он кажется таким далёким. Мечта. Ты идёшь за мечтой? Да, определённо. Это слава самое главное. А если просто… Если её нет, вот этого нет, вот этого где-то маячущего светлого такого пятна, вот это сложно. Жить без мечты вообще нельзя. Просто вот про счастье момент. Если бы я зацикливался на всех этих проблемах и то, что у меня не получается, я бы, наверное, не сказал, что я счастливый. Потому что жизнь, она точно сейчас непростая. Но я стараюсь всегда думать о том, что у меня есть, наслаждаться моментом и не жаловаться на судьбу, так сказать. То есть не циклиться на каких-то вот этих вещах. Слав, ты завистливый человек? Нет. Нет, совсем не. Причём частично, я не знаю почему, частично я воспитал в себе это с чётким пониманием, что зависть – это негатив. Зависть разрушает душу, разрушает естество. Как ржа, разъедает. Поэтому я выбираю быть независтливым даже. То есть даже если у меня раньше, например, в детстве, пока я ещё не сильно думал о каких-то вещах, просто жил, оно у меня, конечно, возникало зависть. Как у каждого ребёнка. Я чётко помню. Потом я выбрал не быть завистливым и стал таким. Потому что оно мне мешало. У меня есть цели, у меня есть свой жизненный путь. И это качество, оно ничего не преподносит в мою жизнь. Ничего не приносит. Это очень сложно. Я просто знаю людей, которые бы сто раз хотели избавиться, а не могут. А вот у тебя как-то получилось. Славочка. Я просто понял, что оно как раз мешает очень кардинально на моём пути. Слав, а давай поговорим про школу. Потому что у нас мы буквально сейчас в преддверии 1 сентября. Буквально через... Сколько сегодня? 27-е, да? Сегодня какое число, слушай? Сейчас посмотрим. 27-е. 27-е! Боже мой, я живу сегодняшним днём. Такая круговерть событий. 27-е число. И буквально через 4 дня дети пойдут в школу. Ну, твой сын ещё в школу не пойдёт в силу своего возраста. Я хочу, чтобы ты сейчас поделился своими воспоминаниями о школе. Я знаю, что у тебя было не всё гладко. Хотя я, как учитель математики, этого, наверное, и не замечала. Для меня ты был прекрасный парень, спокойный, уравновешенный. Я тебя таким запомнила, понимаешь? И умным, очень умным. То есть с тобой было легко работать. Ты из тех детей, которые хлопот не доставляли. Но что творилось в душе у ребёнка? Я не была классным руководителем, поэтому я познакомилась с тобой нынешним. И мне очень понравилось то, что я увидела. Это очень важно, когда человек совершает свой путь, и он чего-то ищет, чего-то ждёт. Расскажи, пожалуйста, только искренне. Потому что если это будет притянуто, ты же сам только что сказал. Вот искренне. Что для тебя школа? Школа – это много чего. Ну, начнем, наверное, с начала, с первого класса. Я помню, я, будучи ещё в садике, у меня было много друзей. Мне было, по-моему, 5 лет, получается, мне было. И все они отправились в школу. А я так хотел с ними. А что тебя не взяли-то? Потому что мне было 5 лет. Мне было 5 лет. А что ты дружил с 7 лет? Я не знаю, как так получилось. Они пошли, ты остался в подготовительной группе, наверное. Я не помню, что там за группа была. То ли подготовительная, то ли последний год. Но нельзя было ещё с 5. Но я помню, я очень хотел. Меня, слава богу, с 6 отправили. Но я в 5 лет чувствовал ужасную обиду. Мне казалось, что я уже могу. Я был уверен, что я уже могу. Ты умел читать? Да, я был готов. В 5 лет? Насколько я помню. Ага, так. Насколько я помню. Может, это детские воспоминания, может, они размыты. Так. Может, моя мама бы подсказала, что на самом деле всё было не так, как мне воспомнится. Но я помню только, что я очень хотел. Соответственно, когда наступило время идти, ну, это было волнительно. Праздник. Это был праздник. Это был праздник определённый. Я помню до сих пор эти старшеклассники, 12-классники, которые нас вели в школу. Это было так торжественно, волшебно даже. И помню, эта смена атмосферы – это, конечно, великое переживание для ребёнка. Потому что я очень чётко помню, что ты приходишь, и всё вокруг другое по сравнению с садиком. Нет близких людей, и нет родных, и нет группы, и нет игрушек. Стоят какие-то деревянные парты, стоит какая-то тётка говорит тебе о чём-то важном. А у меня был дядька. А у тебя был Юрий Константинович Шопенков. Прекрасный, классный руководитель. Он чем был уникален? Он нас сплотил. То есть у нас в классе все были до безумия дружные. До безумия. То есть у нас здесь все… День рождения, например, у кого-то это мы все там собирались, расписывали доску, шарики. Он нам, помню, даже вот с другом моего детства, с Игорем, разрешал залезть на шкаф сзади класса. И мы сидели, когда праздник идёт, мы там… Два ангела таких на шкафу. Было это великое счастье. Но это, конечно, всё прекрасно, но в начальной школе всё равно были свои проблемы. Например, всё равно было, что кому-то относились хуже. Там были девочки, мальчики из не очень благополучных семей. То есть детское общество, оно выбирает своих изгоев, так? Сразу. То есть жестокость была? Конечно. Была. А в чём она проявлялась? Ну вот были вот девочки, мальчики из не очень благополучных семей. Так. И в классе придумывали им неприятные клички, обидные, злые клички. А тебе, Слав? Тоже сталкивался с этим. Сталкивался? Сталкивался, да. Да, и это было очень болезненно. Я скажу, очень болезненно, особенно когда эти клички могли прилетать вроде бы от твоих друзей. Ну как бы невзначай так, да? Я вообще человек, я не конфликтный человек. Я знаю. То есть если кто-то другой его обзовут, он сразу с кулаками побежит, ещё что-то. Во мне этого не было. Ты замыкался? Да. Что происходило в душе ребёнка, которого обижают? Вот что происходит? Это не праздный вопрос. Я была тоже таким ребёнком. Это больно. Это внутри больно. Слав, а эта боль остаётся вообще? Или она потом как-то нивелируется? Есть такая у нас в гуманной педагогике, у нас такая есть очень хороший постулат. Все мы родом из детства. Мне кажется, у меня получилось перевести её в конечном итоге в силу. Трансформировать. Мы к этому тоже... Боль во что-то творческое, да? Во что-то такое. Ну что? Боль была катализатором роста, скажем так. Она была той причиной, по которой мне захотелось расти, развиваться. До какого класса примерно было больно? Ой, всю школу. Всю школу. И в старших классах? В старших классах было хуже всего. Это мы ещё просто не пришли к этому. Давай, не надо, да. Хорошо. Что я хочу сказать про начальную школу, что я наблюдал за собой, какие у меня были проблемы. Я человек неконфликтный. Мне хотелось со всеми дружить, но при этом был социум. Было общество, были популярные ребята. Хотелось и дружить и с ними, и просто со своими друзьями. И мной можно было пользоваться, потому что я был добрый. Я был добрый, и мной можно было пользоваться. И вот были моменты, например, в начальной школе доставалось многим и по очереди. И, например, над девочкой могли прикалываться, издеваться. А при этом, например, мы остаёмся с ней вдвоём, там после школы вдруг идём вместе. Мы прекрасно с ней беседуем. Мы, я спрашиваю, как, что, мы глубоко беседуем, мы интересно общаемся. Мы приходим в школу, и я делаю вид, что я с ней не общаюсь. То есть это такая, дети подличают. Не то, что, а мне внутри, как мне было внутри, стыдно за это, вы себе не представляете. Я представляю. Но мне было так страшно подойти и показать, что я с ней общаюсь. Вот со всеми в классе, кому доставалось, я время от времени со всеми общался. Я со всеми хоть чуть-чуть, но искренне. Поддерживал. И при этом это не было такое, что я хочу пообщаться вот с этим изгоем. Нет, просто так случалось, что мы разговариваем. Мы понимаем, обычный хороший человек. Может быть, они чувствовали в тебе какую-то силу, вот эту силу противостоять детскому злу, детским обидам. Может быть, они поэтому тянулись к тебе. Может быть, они защиту какую-то искали. Ты знаешь, не надо себе винить за это, потому что детское общество, оно же разное. Оно бывает очень жестоким. Оно бывает очень несправедливым. Мне кажется, здесь очень важна роль взрослого человека, чтобы вот это как-то отнивелировать. Но в школах, когда их 30, очень трудно сделать так, чтобы всем было хорошо. Ну, и опять же, если будет всем комфортно, то моя философия, что не будет роста. Потому что вот эта боль тоже помогла мне в конечном итоге подрасти. Ну, то есть, если мы перенесемся в более старшую школу, то там эти проблемы не уходили. У меня вот была одна история, которая мне очень глубоко, глубоко запомнилась. Поделиться можешь? Да, да, да. Я открыт. Она оставила мне такую рану даже на сердце. Вот у нас была определенная компания друзей. Я не помню, какой класс это был. Седьмой, может, восьмой. Это уже подростковый возраст. Вот это важно сейчас отметить, да? Что это самый сложный возраст, наверное. Это уже какая-то первая любовь, первые страдания, переживания. Да, 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 обязательно. У меня, во-первых, была ситуация, по крайней мере, как я ее чувствовал. Вот у нас там было несколько девочек, и они... Ну, там было так, что все нравились по очереди. Знаете, там один класс это. Ты такой любвеобильный был подростковый. Слав, а ты им нравился? Вот в том-то и был момент, что, по крайней мере, мне точно казалось нет. Вот у меня был друг, который пользовался популярностью. И мне всегда вот про зависть возвращались. Да, да, да. Мне было, по сути, мне было завидно, если открыто сказать, мне было завидно, что к нему внимание пообращают. А со мной я прекрасно с ними общался, беседовал. Но это было... Ты был такой друг-друг. 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 А я не хотел быть друг... Друг-другом. Не хотел быть этим друг-другом. Это было больно. А потом наступил один такой момент, что всех позвали... Девочка одна всех позвала на день рождения. Да. И ребят, с которыми я общаюсь, а меня не позвали. То есть я уже... Это уже больно. А девочка была популярная. Ну, да, скажем так. Ну, там такая как группка была. И все пошли, а ты не пошел. Меня не позвали. И я сижу дома, я помню. Мало того, что мне уже плохо. Да, очень. Я прям представляю, как плохо. Мне начали звонить с дня рождения и рассказывать, Слава, как нам тут классно. Друзья? Да. Которые вроде как друзья. А, друзья, да. Которые вроде как друзья. Ну, вот так вот проявляются. Нам тут так классно, а ты ха-ха-ха один дома. А ты что? Я разговаривал. Я почему-то поддерживал. Понимаешь, что это нельзя было даже поддерживать такой разговор сегодня. Это вообще, вот абсолютно. Но ты знаешь, Слава, я тебе сейчас скажу одну вещь. Это в этом была твоя сила. В том, что ты не показал, как тебе больно. Это взращивает дух ребенка. Понимаешь, вот это внутреннее противостояние, не внешнее. Внешнее это не видно. Может быть, это вот такой маленький шаг к тому, что ты стал тем, кем ты стал. Счастливым человеком. Мы сейчас говорим о счастье. Мы говорим, что ребенок в школе не всегда бывает счастливым. Ой, конечно. Правда? Конечно. И как важно увидеть вот этих вот несчастных детей. Скажи, а роль учителя вообще? И мы сейчас не будем никого называть. А роль учителя вот в этом противостоянии, она была какой-нибудь для тебя? Ты мог подойти к кому-нибудь, к классному руководителю, не знаю, и сказать, как тебе сложно? Никогда. А к маме? Об этом я и тоже не рассказывал. А как же ты это переживал? Это было мучительно и больно. Вот после того события, что я сейчас рассказал, где-то, если я правильно помню, 3 месяца ежедневно, постоянно на фоне я об этом переживал, думал. Я это переваривал, пережевывал. И вот это вот все было вот здесь, внутри. Просто вот такие события, к чему они впоследствии перевели, что оно настолько, вот этот негатив накопился, настолько мне пришло огромное раздражение на себя самого. Почему я разрешаю себе испытывать такие эмоции? Почему? Ты, будучи уже, ну, скажем, юношей, понимал это. Это лет 15-16 лет. Ты уже стал это понимать, да? Да, да. Что вот эти эмоции, которые ты испытываешь, они разрушающие действовали на тебя самого. Да, я не хотел этого. И ты понимал, наверное, что это, в общем-то, твоя проблема, а не их. Они другими не будут, правда? Это 100% моя проблема. Я не знаю, как я пришел к этой мысли. И, может, я где-то это прочитал, может, где-то увидел, но я точно осознавал, что мне надо как-то что-то с этим делать. Работать, да, с собой. И у меня пришла мысль, почему бы мне не почитать книги по психологии какой-то человеческой. И вот с лет 15, я даже не помню, с чего я начал, но я начал читать разные книги по саморазвитию, по психологии. И оттуда я получил множество знаний. То есть, по сути, вот если вы знаете, есть вот IQ, интеллект, а есть социальный IQ, социальный интеллект. То есть, как человек умеет адаптироваться в обществе. В обществе, да. Вот социальный интеллект у меня страдал, как я сейчас считаю. Он у меня точно страдал. Я благодаря этим книгам смог понять, как себя вести. Например, даже вот в более старших классах было много издевательств надо мной. Я мог идти по коридору. Ой, Слав, я сейчас буду плакать. Я вот это так больно переношу всегда. Но ты говори, вот почему уже люди выросли, дети выросли. Почему, с чего? Ну, к летам 16 я нашел другую группу друзей, с которыми я мог быть открыт, которые меня принимали. Мы вместе проводили прекрасное время. И там не было никакого осуждения. Не было никаких вот этих подковырок или двуличности. Просто было хорошо, хорошая энергия, она чувствуется. А в школе этого не было. 11-12 класс я вообще боялся приходить в школу. У меня вот 11-12 класс, у меня было безумное количество прогулов. Ты был закомплексованным? Очень. Это комплексы? Максимально. Ну, может не максимально, но сильно, сильно закомплексован точно. У меня были моменты, я прихожу в школу, 11 класс какой-нибудь или 12, и мне через, вот с того конца коридора, мне оскорбления летят через весь коридор. Там же все. Ну, например, Слав, ну как? Ну, какие? Ну, как можно оскорбить? Ну, я не... Дебил, ну что можно сказать? Такое, чтобы тебя это оскорбило? Ну... Или привет, придурок, ну как? Ну, по-разному. То есть меня оскорбляли якобы нетрадиционной сексуальной ориентации. Меня... Тебя это задевало? Тебя это цепляло? Не, ну как мне могло это не задевать? Задевало. Я, у меня не было такого еще стержня, характера. Вокруг все, вся школа это слышит, вся школа это видит. Ужас. При этом я боялся, потому что мне угрожали. Если я этих же ребят встречал где-нибудь в районах, мне это кричали, иди сюда. И мне приходилось убегать, потому что драться я тоже не умел. Я неконфликтный, я никогда не научился. Я ходил на всякие занятия, но... Есть люди, которым это не надо. У меня такой Миша был тоже неконфликтный человек абсолютно. Сережка мог влупить. Ну, есть разные дети, понимаешь? Ну, боже мой, сколько более. То есть я профессионально избегал конфликтов, это точно. Да, то есть я стал профессионально неконфликтным человеком. Другие причины, почему я мог не приходить в школу, когда я начал... Вот я начал прогуливать. Я нашел для себя вот такой момент, это прогулы. Делал это, как сказать, родители не знали. То есть до сих пор все равно стыдно за это поведение, но я мог прийти в школу... Это была защитная реакция, чисто защитная. Тут нечего стыдиться, Слав. Если бы ты кому-то мог рассказать об этом, почему ты никому не подошел и не рассказал, вот взрослый в такой ситуации... Я просто хочу сказать всем, друзья мои, делаю такой вот экскурс в настоящее. Если ребенок не найдет проводника во взрослый мир, он будет переживать жутчайшие эмоции и может сломаться. Это правда? Можно. Да, в принципе была развилка. Либо сломаться, либо... А семья? Ну почему ты... А семья не знала. Ну как ты не мог прийти к своим близким людям и сказать им, мне плохо? Ой, я не знаю. Мне как-то... Ты не был дружен с... Дружен. А почему тебе было стыдно? Ну вот что такое происходило в душе ребенка, подростка, юноша, что он не мог найти во взрослой среде никого, ни одного человека, чтобы протянул ему руку и провел по этой лестнице? Ну, в принципе, открываться, вот так, чтобы делиться какими-то очень настоящими, очень глубинными переживаниями, я научился только, наверное, может пару-тройку лет как. И это было сознательное усилие, потому что я понимал, что я до сих пор... С женой, с друзьями даже. Ну то есть для меня это всегда было тяжело, какие-то искренние разговоры для меня были великой проблемой. И другой момент, что... Проговаривать боль, да? Эта проблема, вот, проговаривать боль свою. Конечно. Я, наверное, даже не думал о том, что я могу кому-то рассказать, и мне как-то помогут. У меня такой мысль не было. Я обращался к книгам, я обращался к форумам в интернете, к ранним... Славочка, а можно тебе сейчас задать один вопрос? Сейчас у тебя сын, ему три года. Ты можешь спроецировать эту ситуацию вот на него и представь себе, что нужно сделать сейчас тебе, чтобы, если твоему ребёнку будет плохо, он пришёл бы к тебе как к другу и сказал, пап, мне плохо. Вот что нужно сделать такое, для того, чтобы он мог прийти к тебе и увидеть в тебе этого взрослого человека, которому он может сказать всё? Ну, наверное, показывать, что делиться любыми искренними эмоциями, это нормально. У нас в обществе присутствует такой культ, например, особенно касательно мужчин, что нельзя делиться своими чувствами. Будь мужиком. Это ужасно. Мужики не плачут. Мужики такие должны быть... Мужики ещё как плачут. Конечно. Ещё как плачут. Может быть, не слезами, не слезьми горькими, Слезами тоже, когда никто не видит. Но вот там, внутри, да. Если показываешь такой пример, то кажется, что делиться такими эмоциями или чувствовать какую-то боль, чувствовать, что тебе хочется плакать, будучи мужчиной, это запрещено, нельзя, неприемлемо. В обществе это не принято, да? Поэтому я... Было, по крайней мере, так всегда. Сейчас, мне кажется, уже ситуация получше. Меняется, да. Потому что если ты с близким человеком, если у тебя есть близкий родной человек, родная душа, то почему не поплакать, да? Да. Вот я поэтому и спросила, каким ты должен быть отцом, чтобы твой ребёнок со своими бедами захотел прийти к тебе и сказать, пап, мне плохо. Просто показывать ему, что чувствовать любые эмоции, это нормально. То, что о них можно говорить, их можно показать. Слава, проговаривать. Это общая беда всех родителей. Не проговариваю с детьми. Понимаешь, мы можем сколько угодно сострадать, сочувствовать. Вот проговаривать, интересоваться. Но не так. Ну-ка расскажи, что тебе было сегодня. Понимаешь? Это ж такая... Вот, дружить. Дружить со своим ребёнком. Причём, начиная с самого маленького возраста. Вот как только ребёнок родился, он должен понимать, что есть... Знаешь, это очень такой удивительный человек, психолог Алексей Бабаянс, наш друг большой, с мировым именем. Мы имеем счастье быть знакомым. Я была много раз на его лекциях в гуманной нашей педагогике. Он говорит одну фразу, он нам подарил, которую я всегда не устаю повторять, что из 7,5 миллиардов людей, живущих на планете, должен быть хотя бы один, кто подойдёт к ребёнку, возьмёт его за руку, примет его таким, какой он есть, и скажет, я тебе помогу. Один хотя бы. Это уже будет великое счастье. Понимаешь, порой, вот как в твоём случае, неужели ни одного взрослого нет? Никто не мог заметить. А ты молчал. Я профессионально не показывал. Опять же. Тебе было стыдно, ты был в комплексах. Слав, когда эти комплексы ушли? Вот вообще. Они не ушли. Я их убирал и по чуть-чуть, и это было безумно тяжело. Ну вот любой пример, вот любой пример сейчас. Любой пример. Ну какой вот на вскидку первое, что пришло в голову? Вот тебе стыдно, неловко, но ты раз и переступил этот барьер такой. Вот с женой. Ты же переступил, ты говоришь, девчонки на тебя внимания не обращали. Ай, ну это у меня был отдельный путь ещё с подросткового возраста касательно отношений. Опять же, я понабрался информации из книг, из прочего, и я старался менять своё поведение. То есть если я вёл себя неэффективно, непродуктивно, то есть веду себя деструктивно. По сути, вот у меня есть цель, я хочу, например, отношений, будучи подростком. Но при этом все действия, которые я предпринимал, приводили к обратному эффекту. И то есть я понял, что здесь получается какая-то великая глупость. То есть нужно было переходить на какой-то другой уровень мышления, чтобы реальность изменилась вокруг меня. И поведение менять, да? Абсолютно. И мысли менять. Менять надо. Единственное, что нужно поменять, это сущность свою. Поведение поменяешь, мысли поменяешь, недостаточно. Слава, ну это же не так просто. Это ужасно тяжело. Сущность, это же характер изменить. Это ты с этим пришел, и ты это меняешь. Да, я это прорабатывал, потому что было понимание, что по-другому это будет не по-настоящему. Это будет недолгосрочно. Даже сейчас у меня, если какие-то проблемы стоят, мне хочется, и я понимаю, я могу сейчас вроде как изменить, но я понимаю, что неглубинно, это неправильный подход. Если я хочу каких-то изменений, если я хочу быть другим человеком, который живет, вот как я вижу, в своих мечтах, целях, то мне нужно иметь соответствующие качества. Чтобы иметь эти качества, они должны быть искренними, они должны быть частью моего сущего. Только так. Ну то есть, например, этого можно добиться, либо как-то очень сильно впечатлившись, либо через боль. А ты как добился? В основном через боль и страдание. Ну она разная, может быть. Иногда она была и веселая. Вот как мы вначале упоминали про театр Галины Ивановны. Да, да. Например, боязнь... Сцены. Боязнь сцены. Вот могу поделиться. Да, вот ты со своими комплексами пришел на сцену. И чего? Как у меня сложилось. Да. Значит, тут решил я пойти в театр. Пару друзей уже в театр пошли. Решил я тоже присоединиться. Пришел, и там вот у нас так было принято, что на одну роль два актера. Два актера. Да. То есть по очереди играем. И вот одну роль играл вот мой друг и я. Когда я выходил на сцену, это была трагедия. Это был ужас. То есть это было очень плохо. И Галина Ивановна орала. Она всегда орет. Ну как? Да. Она ругалась. Она так поддерживает. Ну да. Я к этому хочу прийти. Да. Как она мне помогла в данной ситуации. Я выходил на сцену, это было очень плохо. Я выходил на сцену не часто. Ну и как бы я не был против. Я понимал, что все очень плохо. Правда. Не по-настоящему играл. И в какой-то момент этому другу родители запрещают ходить в театр. Потому что это как-то влияет, по их мнению, на его учебу. А это влияет вообще? Да, конечно, нет. Нет, конечно. Нельзя запрещать ребенку то, чем он дорожит. Это самое страшное, что будет. Если у него проблемы с учебой, помогите ему. Причем здесь театр. Помогите ему с этой учебой. Если он не может воспринимать информацию, например, ту же математику, таким способом. Есть еще пять других подходов. Альтернативных, конечно. И какой-то через игру. Есть способы. Но запрещать какое-то любимое дело, это жестоко. Абсолютно. Это ломает характер. Просто согласна с тобой и всегда родителям говорю. Вот на что угодно бейте. Можно не взять их в гости, если хотите наказать. Можно, в конце концов, отобрать этот телефон пресловутый. Но никогда нельзя запрещать ребенку то, чем он живет. Вот за что я своим родителям безумно благодарен. То, что мне никогда ничего не запрещали. Мне никогда не запрещали. Это великое счастье. У меня была свобода. То есть я мог поэтому читать вот эту литературу, учиться, заниматься, чем я хочу, по сути. У меня было много проблем внутренних, много сложностей. Но в семье, семья меня поддерживала через то, что у меня была эта свобода искать себя. Мне никто не прессовал, не заставал. Они тебе помогали. Да. Это великое счастье. И спасибо огромное, мама и папа, что вы вырастили счастливого человека в результате. Я все время буду к этому возвращаться, да? Потому что счастье, это, Слава, не конечная цель, это путь. Это путь, только путь. Вообще цель – это такое сомнительное удовольствие. Да, да, да. Искать счастье всю жизнь. Надо всегда наслаждаться. Наслаждаться путем. Да. И что, Славочка, что в театре? В театре уходит мой друг, и остаюсь и я, который должен… Один на свою роль. Один на свою роль. И я помню одну репетицию, я выхожу на сцену, я начинаю играть, и Галина Ивановна через весь зал кричит «Плохо! Еще раз!» Это, конечно, меня… И ты обзлился! Сейчас, меня это задевает. Да. Уже часть ребят ушли по домам, потому что репетиция у нас затянулась. У нас одна и та же сцена по кругу. Мне уже так стыдно перед ребятами, которые в этой сцене со мной играют. Вы не представляете себе. Ты не помнишь слова? Слова не помнишь? Нет. Я только помню, что она и кричит, и кричит, и кричит, и в какой-то момент у меня здесь внутри что-то взрывается. Просто происходит эмоциональный взрыв. Я на такой сумасшедшей эмоции выхожу на сцену, отыгрываю слова, беру там реквизит, что-то делаю, импровизирую. В нее я швырнула! Злость не была направлена на нее. Она моментально трансформировалась в эту роль. Я отыграл, отыграл, сцена закончилась, я такой, а что ты раньше не мог? Я такой, а я не знал, что я так могу. Ой, какая прелесть, действительно, а что ты раньше не мог? И было интересно, что я пришел на следующую репетицию, уже ожидание, что сейчас будет эхэхэй, а нет. Опять затишье. Но это затишье уже не длилось там 2 или 3 часа, оно длилось полчаса, и потом все меньше, 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 пока оно не слизилось. А слушай, а ее вот этот крик, этот не стал триггером таким для тебя? Нет. Нет, да? Слава Богу. Оно просто, вот эта ситуация вся на сцене, она помогла мне преодолеть себя, она помогла мне стать открытым. Страх общества, страх сцены. Потому что там же зрители. То есть я смог и впоследствии по жизни, в любой ситуации, когда мне нужно было выходить выступать перед кем-то, или какая-то публичная активность, я мог всегда переключиться на состояние «я играю» и быть открытым. И даже если не переключаться. Ты запомнил вот это состояние, да, получается. И потом используешь, это вот урок, это такой серьезный урок. И вот такие переломы в моей жизни, они, собственно, мне и помогали расти и двигаться. Например, издевательство в школе, я читал, как избавиться от издевательства, разную литературу и тому подобное. Дай совет ребятам какой-то. Вот если нас кто-то сейчас смотрит, я бы очень хотела, чтобы ты посоветовал, что делать. Потому что это буллинг, это сейчас огромная проблема. Я тебе хочу сказать, что наше государство борется с ним, но не всегда успешно. Я скажу, как я с этим справился. Я не знаю, это правильный подход, неправильный. Я, собственно, учился, как же нужно общаться. И там один из таких моментов был, это отшучиваться, самоирония, над собой подшутить. И я начал практиковать следующее. Надо мной шутят, а я шучу в тот же момент над собой еще сильнее. Так что человек, который над тобой шутит, приходит в замешательство, ему нечего сказать. Давай попробуем. Ты его переиграл в его же игре. Подожди, Слава, ну-ка, давай попробуем. Ну давай попробуем. Вот я такой вот противный подросток, который пришел и говорит, Слава, а что-то ты ростиком-то не удался, а, карапуз. Ничего, зато быстренький очень. Нет, нет, не вариант. Стоп, 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 надо подумать. Хорошо. Потому что, например, не удался я ростом. Да, не удался ты ростом, да. Ну так можно тогда ходить и время от времени при этом человеке так же над собой прикольно. Просто, понимаешь, очень много маленьких детей в школе, мальчишки в этом подростковом возрасте. Можно сказать, я мелкий шкет, это классно. Что-то такое в таком стиле. Я микрогном. Наигранно звучит все. Но неважно. Потому что обычно это посыл невеселый. Это очень негативно. Это ужасно. Еще и гиронизировать, это очень сложно. Это очень сложно. Я прям тренировался, даже были ситуации, когда я затягивал такие диалоги, понимая, что мы там, они на мной приколят, а я пытаюсь их переиграть в их же деле. И что? Что это дало? С теми, кто привык над тобой приколить, это помогает, но частично. А если ты вновь в жизни сталкиваешься с этими проблемами, я сталкивался уже во взрослой жизни, когда ты с рабочим коллективом. И ты такой дядька приходит и начинает приколить. И начинает там, да. Два раза такая, ну ты понимаешь, а? И этот навык пригождается. Да. То есть сразу, я сразу слышу, ага, знакомая ситуация, я переключаюсь в другой режим. Да. В режим, что на мой приколят. Да. И главное не показывать негатива тоже. Не в ответ. Если ты показываешь, что тебе обидно, ты жертва. Да, да. Нельзя быть жертвой. Ты должен, это сложно, это можно относиться как к игре, это сложная коммуникация. Абсолютно верно. Если с тобой играют, играй на равных, отыграй, отыграй, поприколь. А еще очень, а следующий, следующий шаг, ну это надо тоже аккуратно, в школе это может быть сложнее, потому что может быть физическое насилие присутствовать. Но если можешь в ответ, только не обидно, чтобы не задевало за живое, отшутиться, в ответ поприколить, это может тоже помочь. Но тут надо понимать важную разницу. Нельзя никогда приколить над чем-то... Личным, больным, абсолютно верно. Можно вообще... Должна быть грань, грань такая, очень четкая, ты должен ее чувствовать. Должен. Потому что если ребенок не чувствует, ребенок мало чувствует эту грань, можно очень сильно навредить себе. Если не чувствуешь грань, есть множество прекрасной литературы, которую можно читать, и она помогает. Есть еще один, знаешь, какой способ потрясающий? Соглашаться. Знаешь, я смотрела такой ролик великолепный, психолог на детскую аудиторию, на подростковую аудиторию. Он вызвал девочку к себе, значит, и он говорит, вот давай, скажи мне, ты дурак, ты идиот. Вот я тебе сейчас покажу, как это работает, Слав. Вот скажи мне, вот представь себе, что я не Майя Леонидовна никакая. Нет, просто скажи мне, что я вот какая... Ну, вот давай, передумай, идиотка. Вот скажи честно, я просто покажу, как это работает. Ну, давайте, ну вы... Да, давай, да ты вот, ты, мы с тобой ровесники, да? Вот давай, я пришла, и вот ты пришел. Ты плохой, ты плохишь, я жертва. Давай. Ну, давайте, ну ты моя дура. Ты знаешь, Слав, ну, возможно, действительно, я что-то делаю не так, и я, наверное, на самом деле не очень умный человек. Но вот я с этим стараюсь как-то бороться. Но не всегда получается, ты это заметил. Дальше давай, давай, давай. Я понял. Ты понял, да? Я понял, да. Ты понимаешь? Я, мне кажется, тоже использовал что-то подобное. Это так работает, не отвечать злом на зло, потому что злом на зло затягивает конфликт. Сто процентов. Да. Вообще, в целом, что могу сказать, если кто-то вот смотрит, вот такие проблемы. Мы сейчас очень-очень поверхностно коснулись этой проблемы. В целом, есть литература, есть люди, которые могут помочь. Да? Эта литература вообще миллион. Обратиться, правда? И то есть не обязательно даже читать про то, как справиться с деливателем. Мой случай был это читать, как стать сильнее. Как развивать в себе то, что ты хочешь стать. Горжусь, Слава. Горжусь. Слушай, теперь давай вот два слова о том, а почему ты бросал учебу? Ты такой умный вот сидишь. Я себя чувствую полной, как ты мне сказал. Ну, ты моя дура. Да я не приду. Нет, скажи, почему ты не заканчивал учебу? Что тебе мешало? Вот это очень важно. И как страшно ли было бросать, отучившись в какой-то период, вот взять и все бросить, и сказать себе, все, это не мое? Конечно, было страшно. Проблема была, 11-12 класс я очень много прогуливал, по понятным причинам. Я привык прогуливать, мне это не нравилось. И когда я даже поступал в универ, у меня уже было на задней мысли, я же опять начну. Я буду прогуливать. Я такой, нет, я попробую, я справлюсь. Но я не сделал никаких кардинальных изменений, чтобы на тот момент эту часть личности в себе исправить, дисциплину, вот эти качества я только тоже в более поздней жизни уже смог с ними справиться наконец-то. А тогда все поступали, все поступали, все ехали. Я такой, ну тоже надо. А на кого я хочу учиться? А я не знаю, да? А я такой думаю, ну на кого-то. Ну-ка на кого-то. Осмотрю список предметов, рекламу я выбрал. Почему? Потому что я посмотрел список предметов, и они мне показались достаточно общими, чтобы я с помощью них мог найти свой путь. То есть там если в каких-то специальностях оно вот узко. Да. А там здесь всего по чуть-чуть, я такой, ну вот как раз для того, кто не знает, что он хочет. То есть по сути я абсолютно не знал, что я хочу, кем я хочу быть, зачем мне это надо. Я просто знал, что это надо. Так принято и надо, все едут. Все едут, надо учиться, все. Да. Надо учиться. А зачем, почему? Ну нет, и вот спустя год я там уже не выдержал, все это закончил. И потом в России то же самое. В России было немножко по-другому. Там учился, первые сессии эти жесткие. Они все жесткие. Вначале я в Англии учился, да? Да. Там сессии были легкие. В России это какой-то ад. Вот там идет ментальная тренировка. Я помню, насколько у меня после первой моей сессии начал мозг работать лучше. Просто это была такая тренировка. Но в конечном счете была одна ситуация. Я по жизни очень люблю учиться. Я пересмотрел множество курсов. Я самостоятельно изучил там и программирование, и маркетинг. Я знаю, я убедилась в этом. И психологию. И что я только не учил, чем я только не увлекался. И значит прихожу я на лекцию по рекламе. А до этого я как раз летом смотрел курс по маркетингу. Там такой бизнес-тренинг был. Про как развивать свой бизнес. Там про маркетинг рассказывали. Как правильно запускать рекламу в интернете. Какие есть техники, шаги. Четко, понятно. Прям вот должно работать. Должен считать в цифрах эффективность этой рекламы. Прихожу на лекцию по рекламе в университете. А там тебе другое, да? И там такой... Как бы тут не ругаться. Я тебе скажу. Такую глупость говорят. Вот когда нам в университетах рассказывали про педагогику. И когда ты приходишь в школу. И ты понимаешь, что тебе рассказывали про педагогику. Про философию. Про психологию. Ничего общего не имеет со школой. Вот наверное то же самое. Да. Там просто была такая глупость на этой лекции. Это вот тот момент, когда меня немножко щелкнуло. Мне вроде оставался год. Но я сознательно... Ты все. Ты понял, что не твое. Ну тоже. И кстати в университете тоже у меня были моменты. Я все равно прогуливал. Я все равно прогуливал. Но у меня там был другой подход. Я тоже прогуливал. Я прогуливал семестр. Я приходил за 2-3 недели до сдачи к преподавателям. И ты сдавал. Да. Я говорил им, смотрите, у меня не было весь семестр. Давайте мне задание, которое будет адекватное. Ну такую работу, чтобы я ее сделал, чтобы компенсировать вот этот трехмесячный прогул. И мне каждый преподаватель это давал. Потом я месяц не спал почти. Да. Просто писал, переписывал конспекты от корки. до корки. Писал какие-то работы. Это труд. Слава, это такой серьезный труд. Изучал там по 50 вопросов на какую-то тему. И в конце у меня получалось даже на отлично сдавать и получать повышенную стипендию. И вот, то есть... И в какой-то момент... То есть, и вот где логика вот этого образования? Когда я, будучи таким вот прогульщиком, не посещавшим лекции, не изучавшим то, что мне должны были дать, становлюсь отличником. Абсолютно верно. Я тебе скажу одну вещь, что насколько у меня жизнь прожита, ну, достаточная уже. В общем-то, такой опыт есть. И человеческого общения. Я понимаю, что образование, как факт, оно редко вообще, если мы говорим о счастье, редко делает человека счастливым, если он попал не в свою струю, не в свою стезю. И это не его путь. Оно не делает человека интеллектуалом. Абсолютно. Оно не делает человека коммуникабельным. Оно, если ты, опять же, не нашел свое... Мы говорим сейчас о таком важном понятии, как миссия, предназначение. Понимаешь? Не об образовании, как академическое, университетское, не университетское, какое угодно, понимаешь? А как вот путь человека, его жизненный путь, оно с образованием идет параллельно. Да. Понимаешь? Только оно должно быть в тандеме. А вот, а должно идти, если это... Поэтому очень важно родителям почувствовать и понять, наверное, куда должен идти ребенок. И направить его где-то. Вот это обязательный фактор того, что ребенок достигнет чего-то в этой жизни. А не просто потому, что ему надо поступить. И не потому, что это призвание. Это, может быть, это модно быть. Помнишь, когда все потопали в этим менеджера, и потом было столько крушений надежд, потому что эти менеджеры оказались в таком количестве не нужны обществу. И возвращаясь к теме про оннеститет, почему же я все-таки ушел тогда? Ну, как я сказал, мне показалось это образование плохим. Откровенно плохим. То есть я к тому моменту уже множество раз смог самостоятельно обучиться какому-то навыку, маркетингу. То есть я посмотрел курсы, я поучился, я посидел с утра до ночи и ночью, потому что мне интересно. У меня горели глаза, я там, я изучал вопрос, потом я встречаюсь. Будучи студентом в Санкт-Петербурге, с бизнесменом одним, у него был бизнес, он делал эти столешницы кухонные, из натурального камня. Я ему рассказываю, что изучил, он говорит, приходи ко мне. Я прихожу к нему, и мы за месяц поднимаем несколько заказов. То есть он начал, у него уже бизнес плохо шел. Начал работать. А тут пошли заказы денежные. Ай-яй-яй, да. А в универе мне вот это рассказывают. А вот здесь мы заработали денег. И вот этот диссонанс, вот этой реальности, что ты должен здесь учиться, потому что ты должен, для меня это очень смутило. Я понимаю, образование получать надо в определенных сферах 100% университета. Медицина, где нет выбора. Подожди, Слав, а может быть, если бы, допустим, вот сейчас это было бы по-другому совсем. Сейчас бы я осознанно пошел на какую-то профессию, которая мне интересна. 17-18 лет, наверное, это так. У меня не было осознанности, я не понимал, я мог бы понять. То есть меня тогда уже программирование интересовало, но я не мог к этому прийти и понять. Я не мог себе дать ответ, что это же оно. А это могло быть оно. Но я ни в коем случае не хочу жалеть о прошлом, потому что надо же и сегодняшний днем из прошлого брать максимум уроки. Теперь, Слав, расскажи, а как ты встретил свою жену? Вот как ты, я поняла, от закомплексованности девчонкам, ты был другом, и тут вдруг семья. Ну вот после этой закомплексованности, то есть ушел, ну, не в другую крайность, но научился вести себя по-другому. И стал гулять. Да, по сути, да. Потому что в определенный момент я частично... У меня была доброта и определенная наивность касательно отношений. Она была в один момент частично разрушена разными моментами жизни. И я начал очень просто смотреть на все эти вещи. И там у меня были не одни отношения, где-то дольше, где-то меньше. Но ты понимал, не твое. Да. Но что было интересно, что каждое отношение, это, во-первых, был поиск моего, а второй момент, что они доходили до какого-то этапа и потом обрывались. Ты боялся? Брать на себя ответственность? Я прекращала, понимал, что тупиковые отношения, что я не вижу тут дальше какого-то будущего и чего-чего. Ну, плюс еще молодой все равно был. А твоим девушкам было больно? Ты причинял боль? Вот признайся, брат. Да, я считаю, что да. Слова? Я не жест... Ну, как это сказать, причинял боль? А вот вопрос тогда, что... Наверное, все мужчины причиняют боль на каком-то этапе своего пути. Я тогда спрошу так. А вот что лучше, если я уже не люблю, если нам уже не вместе быть? Нет, это не лучше. Мне лучше притворяться и не делать больно? Нет, нет. Или мне лучше водить? А если семья? Вот смотри, семья... Вот семья – это другое. Там у меня не было семьи. Это все равно мне там 20-20 с хвостиком, и это отношения какие-то. А сколько тебе сейчас? Мне сейчас 32. Хороший возраст, да. Да, уже такой поинтереснее. Да. Вот. И которые были отношения подольше, вот они как бы давали мне определенные жизненные уроки, что когда уже встретился со своей женой, то мы смогли какие-то сложные моменты проработать, пройти. Но с ней есть особенный момент. Нам с ней хорошо. То есть мы до сих пор, мы сейчас уже восьмой год вместе, мы до сих пор можем вечером сесть и час просто болтать о чем-то. И нам прекрасно, нам хорошо, нам комфортно с друг другом. А как ты узнал, что ты будешь отцом? Вот вспомни этот момент. Это важно. Я приехал с работы, я работал в тот момент за границей, возвращаюсь, и мне жена дарит коробочку заранее на день рождения, через неделю день рождения, открывают там тест на беременность. И я такой... Все, это конец. Я думал, что я нормально отреагировал, но по факту в тот момент сидел так в 15 лет, и вот прямо в такую школу. То есть у меня мысли улетели вообще в разные стороны абсолютно. Ребенок меня очень сильно тоже воспитал, потому что как только он появился, у меня, как я уже упоминал вначале, у меня появилось гораздо больше сил работать, у меня выстроились правильные приоритеты, правильные цели. То есть я, например, очень долго мучился в своей жизни с ленью. А тут уже не до ленья. Вот эти школьные прогулы и так далее. Мне было тяжело где-то работать. Я хотел начать свое, я начинал, и тут мне не хватало. Потому что я такой, ай, ай. А сейчас уже нет. И меня это так раздражало. Это было одно из самых тяжелых, с чем мне пришлось справиться. То есть один из моментов, как мне помогло это справиться, я поехал на очень тяжелые работы за границу. Некомфортные обстоятельства попал, да? Очень некомфортные. Сознательно думал о том, что я закаляюсь. И они меня закалили, 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 и мне стало легче. Потом ребенок, я уже понимаю, ответственность. И начинаешь делать другие действия. Я спровоцирую один вопрос. Давайте. Скажи, пожалуйста, а вы женаты? Нет. А, а, я тебя поймала. А почему? Мы хотим предложение как бы сделать. Ты уже сделал предложение? Да, да, давно. Ты уже сделал предложение? Давно. Просто мы все не можем дойти до свадьбы. Я поняла. Скорее, если просто, это упирается в финансы. Я поняла. Хоть завтра. Я поняла все. Потому что, как бы, я хочу устроить жене праздник. Пир на весь мир. Ну, может, не на весь мир, но хоть на какую-то его часть. Хорошо. Не хочется просто пойти расписаться. Хочется какое-то торжество иметь. И больше это я хочу сделать для жены. Красиво. Я поняла. Не столь важно. Славочка, я тебе очень благодарна за этот разговор. Я тоже надеюсь, что он не последний. Потому что с тобой ужасно интересно. Но, ты знаешь, поблагодарить даже не столько от своего имени, сколько от имени всех вот этих закомплексованных, несчастных мальчишек, которые тебя сейчас слышали. И заодно просто хочу, сразу же, взяв быка за рога, предложить себе у нас весной в школе в нашей. Мы делаем мужской и женский разговор. И приглашаем родителей. Брутальных, красивых, счастливых, не очень счастливых. Поделиться с ребятами. Заранее собираем вопросы. Прям беру с тебя слово, что ты обязательно найдешь. Это один день, пару часов. С радостью. Звучит прекрасно. Очень рада. Дорогие, дорогие люди. Вы знаете, я получила от этой беседы большое удовольствие. Потому что для учителя, наверное, да и для человека, нет более важной вещи видеть, что твой ребёнок, которого ты каким-то боком прикоснулся, он стал личностью, он стал счастливым человеком. Он стал мужчиной. И это так важно. И я просто хочу сказать, Слав, вот самое последнее пожелание. Что бы ты людям сейчас всего мира пожелал? Такое глобальное. Глобальное. Да. Я бы пожелал никогда не отчаиваться. Всегда же, если ситуация окажется ужасной, искать в себе силы, искать... Во-первых, искать всегда людей, которые будут близки по духу. Если вокруг таких сейчас нет, значит, надо ещё искать. Потом оставаться сильными, никогда не отчаиваться. Можно всегда попросить помощи, научиться, превзойти себя. Если у вас обстоятельства какие-то в жизни, которые вам, кажется, загнали вас в клетку, ловушку, их можно преодолеть. Можно прорваться через всё, что угодно. Надо взращивать вот этот стержень в себе. Помимо всего прочего. Умение противостоять злу, обстоятельствам, вот тому, что происходит вне тебя. Спасибо большое. Спасибо тебе, Славочка. Спасибо вам, спасибо, что пригласили. Милые, дорогие, у нас ещё обязательно будет приглашение. У нас с вами впереди ещё много интересных встреч. А сейчас я хочу сказать, пусть миру будет хорошо. Пусть люди будут счастливы. И пусть никто нигде не гибнет. А самое главное, берегите детей. Потому что детство – это наше будущее. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok